На три дня в Славянск-на-Кубани приехали руководители органов молодежной политики со всего Краснодарского края. Цель визита – принять участие в семинаре-совещании, на котором подведены итоги работы за прошедший год, а также поставлены цели на год грядущий. Итоговое совещание по вопросам организации молодежной политики в крае ежегодно проходит в разных муниципалитетах. По приглашению Славянского района подвести итоги 2017 года в регионе было решено на территории Славянска-на-Кубани. В краевых рейтингах Управление по делам молодежи Славянского района находится на лидирующих позициях. Потому у наших специалистов есть положительный опыт, которым они могут поделиться с коллегами. Руководители органов, занимающихся молодежной политикой из всех 44 муниципалитетов края, прибыли на это мероприятие. Провел семинар-совещание заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий. Традиционно Славянск, наверное, занимает лидирующие позиции в области реализации молодежной политики, потому что, наверное, сплоченная команда, которая работает в муниципалитете на протяжении многих лет, дает о себе знать. Когда каждый находится на своем месте, все знают, что делать и какие задачи выполнять. В первую очередь, наверное, и краевые, и муниципальные. Я думаю, что это плотная связка глава, заместитель главы, руководитель управления молодежной политикой. Я думаю, что дает свои результаты. В первый день совещания гостей приветствовал заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он рассказал немного о нашем муниципалитете и поделился с гостями некоторыми особенностями, которые помогают проводить массовые молодежные мероприятия. Мы не делимся, где чье мероприятие, какая зона ответственности. Если что-то проводит молодежь, то образование и все остальные сопутствующие службы находятся рядом. То же самое нельзя сказать, что молодежь отказывала в чем-то помощи, соответственно, другим нашим службам. В ходе семинара специалисты обсудили итоги проведения туристских мероприятий для молодежи, работы по гражданственно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Большое внимание было уделено вопросам организации работы по профилактике экстремизма и распространения идеологии терроризма среди подростков и молодежи. Итоги семинара подвел начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников. Можно сказать, что на следующий год грандиозные планы в области реализации молодежной политики. Мы будем участвовать в традиционных форумах и сменах, которые будут проводить. Мы будем участвовать в грантовых программах. На следующий год цель у нас – получить гранты, привлечь средства федерального бюджета. Благо, позволяет программа для того, чтобы реализовать проекты и получить под них финансирование. Это одна из основных целей, конечно. Так что в 2018 году у молодежи Славянского района есть реальный шанс реализовать свои социальные инициативы. Для этого надо превратить идеи в проекты, выставить их на соискание гранта и оказаться лучшими. В грядущем году из федерального бюджета на эти цели выделено порядка 3 миллиардов рублей.